У нас сегодня, на самом деле, продолжение темы прошлого модуля, а именно архитектура, как она есть, с той лишь разницей, что если я и смогу показать какие-то примеры на Марсе, то мы, даже несмотря на то, что эти примеры будут, практически их освоить не сможем. Вот. Значит, ну просто потому, что это уже достаточно сложная технология, о которой мы будем говорить, и разобрать его по пальцам будет довольно непросто. Вот. Напоминаю, литмотив всех предыдущих наших лекций, более или менее, по крайней мере, той части, которая посвящена была именно архитектуре, который состоял в том, что компьютеры росли как бы случайно. Появлялась у общества некоторая задача, под решение этой задачи появлялась миллиэлементная база какая-то, какие-то технические возможности, и вот сообразно тем возможностям, которые для решения этой задачи были потребны в те годы, вот там, 100 лет назад, 50, задача решалась. И с тех пор она решалась точно так же, и только некоторые ученые, видные, значит, пытаются это дело изменить. В частности, в тот момент, когда компьютеров стало очень много, когда они стояли на каждом, так сказать, в каждом углу, и что-то там такое вычисляли, а это было довольно давно, то есть, я сейчас не говорю про персональные компьютеры, да, я говорю про вообще ситуацию, что какая бы то ни было отрасль перестала нормально функционировать без соответствующего математического обсчета. Внезапно появилась необходимость увеличивать производительность компьютеров. Ну, внезапно тут следовало показать такую козу, да, внезапно, да, появилась необходимость увеличить производительность. Но идея тут вот в чем. Нужно было не просто увеличивать производительность, нужно было бы увеличивать, так скажем, удельную производительность, в том смысле, что если мы купим 100-500 очень маленьких компьютеров, ну, скажем так, вот 50 лет назад или там 30 лет назад ситуация была именно такая, что если мы купим 100-500 маленьких компьютеров, мы от них не добьемся улучшения производительности в 100-500 раз. Изготовление компьютера довольно дорогостоящая штука, коммуникации между ними 40 лет назад были так себе, прям скажем, вот. И вот эта идея увеличивать производительность, она, конечно, в первую очередь относилась к производителям самих компьютеров. Есть ровно два способа сделать компьютер производительным. Первое. Увеличить тактовую частоту. Что? Нет, тактовую частоту. Вот. Значит, ну, мы помним, да, чуть ли не по первой лекции, что, вообще говоря, компьютер работает так. Вот, вот, часики тикают, на каждый тик происходит так называемый такт работы компьютера. Этот такт работы компьютера выполняет в самом тупом простом случае одну инструкцию. Вот. Мы сегодня попробуем успеть договорить до того места, где микроинструкция, за один такт выполняется одна микроинструкция, а вовсе не инструкция. Ну, это чуть позже. Вот. Потом часики снова тикают, выполняется вторая инструкция, ну и так дальше. Соответственно, если мы увеличиваем тактовую частоту в два раза, логично ожидать, что производительность компьютера наша увеличится в два раза. Надо понимать, что при этом энергопотребление и тепловыделение увеличивается не линейно, а чуть бы не экспоненциально, я не помню, как точно. То есть мы в два раза увеличили производительность и у нас там во сколько-то раз там скакнуло энергопотребление и компьютер стал адский грец. Поэтому вот этот путь повышения производительности, он в каком-то смысле неэффективный, потому что он дорогой. Вот большие дата-центры на сегодня на самом деле как раз это одна из интересных проблем, имеющих отношение к вашей основной профессии. Это вот планирование и определение того, какое энергопотребление, какой техники эффективнее в смысле отдачи годного. Но есть и другая проблема. Другая проблема состоит в том, что поначалу, когда в истории вычислительной техники произошло переключение от ламп на транзисторы, от транзистор на интегральные схемы, поначалу казалось, что интегральная схема работает очень быстро. То есть время срабатывания одного ключа, одного элемента, который запоминает, скажем, или вычисляет, казалось недостижимо быстрым, когда именно интегральная схема пошла. Вот. Но потом оказалось, что в этой вот гонке повышения тактовой частоты, а есть такой антинаучный закон, называется закон Мура, который абсолютно антинаучен, считается случайным совпадением и последние лет, по-моему, 40, выполняется. Который говорит, что каждые два года скорость компьютеров увеличивается в два раза. Вот. Так вот, а также объем потребляемых других ресурсов памяти, дисковой памяти. Вот. Так вот, если верить этому закону Мура, понятное дело, что любая скорость, которая нам кажется недостижимой, на самом деле достижима очень быстро, потому что экспоненциальный рост этого всего догонит что угодно. Ну, проблемы медленного срабатывания ключей, из которых состоит наш процессор, тоже есть решение, надо их делать меньше в линейных размерах, потому что там, помимо всего прочего, еще все зависит, там, не знаю, от скорости тока. Вот скорость, с которой электронички бегают по нашим носителям. Чем эти носители короче, тем быстрее они добегают. Вот. Именно с этим связаны, если вы помните, вот это вот, если вы, вернее, смотрели на это, такая гонка технологий, там, столько-то микронов, еще меньше микронов, еще меньше микронов, вот это все. Вот. Но здесь тоже возникает проблема, потому что сами атомы уже имеют некоторые размеры, и мы вот на сегодняшний день приближаемся к ситуации, когда размер одного слоя, там, одной перемычки между ключами будет совпоставим, там, с небольшим количеством атомов. Вот. Потому что в какой-то момент тоже перестанет работать. Вот. Именно поэтому сейчас занялись всеми вот этими квантовыми компьютерами, где носителями являются совершенно другие, другая сущность используется. Вот. Но есть и другой способ повышения быстровидельности, способ, так сказать, наукоемкий. Попробовать оптимизировать, то есть сделать более эффективными сами инструкции, сами действия компьютера, особенно в тех местах, где они реально медленные. Вот. Один путь, довольно интересный, но не очень понятно, как по нему продвигаться вперед, это оптимизировать саму логику. То есть, грубо говоря, создать компьютер с какой-то альтернативной арифметикой, альтернативной логикой, которая бы была оптимизирована и быстро работала на конкретных, при конкретной реализации. Ну, вот я могу привести конкретный пример. Есть такая штука, стена памяти. Это, представьте себе, помните, у нас начало прошлого семестра мы с вами складывали в столбик число двоичное. Так вот, если вы используете двоичную арифметику, вы не можете получить, ну, скажем, третий разряд вашей суммы, предварительно не сложив сначала нулевой разряд, потом первый разряд с переносом от нулевого, потом второй разряд с переносом от первого, и потом только третий разряд с переносом от второго. То есть эти операции, сложения, вообще говоря, зависимы друг от друга. Пока вы не проделаете первые четыре операции, первые три операции, четвертые не проделаются. Вот. Это вот и есть стена памяти, то есть мы бы, наверное, могли складывать за один такт или там за одно мгновение, но нет, нам нужно этих мгновений столько, сколько у нас битов. Вот. Другое дело, что в современной электронике, конечно, это все равно делается за один такт, просто потому что можем, успеваем. Но, тем не менее, повторяю, да, вот преодоление этой проблемы, преодоление стены памяти позволит увеличивать быстродействие даже не в разны, а, скажем так, некоторые алгоритмы станут внезапно и вычислительно эффективными, в то время, что раньше такого не было. Вот. Ну и, наконец, то, что имеет отношение к нашему курсу, это ситуация, когда мы берем и улучшаем внутреннюю структуру самого процессора. Сам процессор у нас будет перестроен таким образом, чтобы более эффективно повышать быстродействие. Вот тут есть такая псевдоформула быстродействия процессора, которую мы просто частоту делим на количество инструкций в секунду, вернее, количество, наоборот, количество циклов, тактов процессора на одну инструкцию, да? Вот. Ну, в общем, там все это сокращается, получается просто инструкция в секунду, понятное дело. Так вот, если мы каким-то образом организуем наш процессор так, чтобы все вычислялось очень быстро, более эффективно, скажем так, никакие элементы, которые мы напихали в компьютер, не простаивали бы, да? Мы можем достигнуть тоже прибавления эффективности без какого бы то ни было эффекта, там, повышения энергозатрат, вот этого всего. Ну и, наконец, есть еще отдельная проблема, которую мы озвучили тоже в прошлом модуле, это доступ к памяти. Мы помним, что внешняя память большая, это довольно медленное устройство, в отличие от регистров. Но именно ее мы обычно используем, потому что ее много. Так вот, использование внешней памяти можно тоже как-то так оптимизировать, чтобы она была побыстрее. Тоже вариант, да? То есть мы будем повышать эффективность не самого процессора, а его взаимодействие с оперативной памятью. Ну, самая первая идея, которая приходит в голову, давайте мы возьмем и воткнем в компьютер два процессора. Это очень плохая идея, мы о ней, если успеем, поговорим. Ну, да, кстати сказать, она настолько плоха, что на сегодняшний день все компьютеры устроены таким образом, что в них по нескольку вычислительных ядер. Вот. То есть это очень плохая идея, которую очень дешево реализовать в смысле разработки новых структур, поэтому она повсюду распространилась. Не найдешь сейчас компьютера, в котором бы вычислительное ядро было одно. Вот. Ну вот, ну правда, не найдешь. Мне интересно, сколько в этом довольно старом компьютере вычислительных ядер. Вот. Четыре. В смысле, как четыре? Четыре не может быть. А, да, четыре. Четыре. Ну вот. Мы об этом говорить не будем, потому что сейчас, потому что мы себе не представляем того, почему я сказал, что это плохая идея. Мы не представляем себе того объема проблем, который мы огребаем, когда добавляем в наш компьютер отдельный, изолированный второй, третий, четвертый вычислительный узел. Вот. Поэтому давайте слегка упростим нашу задачу и попробуем умножить, то есть размножить не процессоры внутри компьютера, а те устройства, которые вычисляют. Ну, какое устройство у нас главное? Арифметико-логическое устройство, которое, собственно, занимается вычислением вот всех реальных действий над данными, да, будь то арифметическая операция, логическая операция, операция над адресами. Ну, короче говоря, производит вычисления. Вот. Прежде чем принимать решение о том, что мы хотим распараллелить вычисления, ну, то есть сделать так, чтобы у нас было несколько устройств, которые вычисляют одновременно, давайте подумаем, какие могут быть, какие нас ждут грабли. Вот. На этом пути. На этом пути нас ждет единственный главный вид грабли, который называется зависимость инструкций друг от друга. Зависимость инструкций – это очень простая штука. Например, зависимость по данным – это ситуация, когда у нас вторая инструкция использует данные, которые вычисляют первые инструкции. Это значит, что эти две инструкции параллельно мы выполнить не можем, потому что сначала должна выполнить инструкция один. Ну, вот, например, мы добавляем в шестой регистр, пятый регистр и четвертый регистр. А потом берем и этот шестой регистр сдвигаем на два битика. Вот пока шестой регистр не будет готов, эта операция не сможет работать вообще, потому что нам нечего сдвигать пока что. Мы не сможем параллельно выполнить эти две инструкции, между ними зависимость по данным, а именно шестой регистр 6. То есть вот здесь он приемник, вот здесь он источник. Такая же штука относительно зависимости по данным, находящимся в памяти. Вот мы положили из регистра Т2 в память, вот мы вынули из того же места в память и положили в регистр Т3. Понятное дело, что мы не сможем эти инструкции выполнить параллельно, потому что до тех пор, пока мы что-то не положим в память, мы не сможем оттуда это взять. Дополнительно, если говорить про MIPS, инструкции, которые занимаются памятью, ну точнее псевдоинструкции, они еще и могут использовать регистр АТ. Помните, вот, например, вот такая инструкция точно использует регистр АТ, потому что нам нужно как-то вот этот адрес заложить в какой-то регистр, и этот регистр, это регистр АТ. И, соответственно, занятость регистра АТ в этих двух псевдоинструкциях тоже может привести к тому, что между ними будет зависимость по данным, а именно данным, которые лежат в регистре АТ. Еще один вид зависимости по данным вылезает у нас, когда мы используем косвенную адресацию. Да, в этом смысле нам проблема состоит не в том, что мы не можем воспользоваться содержимым Т4, на самом деле и в этом тоже. Но более того, мы не знаем, что попадет в Т2, потому что мы не знаем, что лежит в Т4, в Т4 лежит адрес, вот пока мы этот адрес не прочтем, в Т2 ничего не попадет. На самом деле вариантов зависимости по данным очень много. Это все зависит от конкретной архитектуры вычислительной системы, от конкретного набора команд, от того, как эти команды реализованы, ну и так дальше. Если мы успеем, мы сегодня увидим, как один из видов зависимости по данным, по данным в МИПСе таким жульническим способом разрешается. Но помимо зависимости по данным, есть еще зависимость по выполнению. Это ситуация, когда мы... Это ситуация, когда мы не можем понять, какую инструкцию вычислять следующую. Потому что у нас, например, условный переход. Вот у нас есть условный переход, да, в зависимости от того, Т2 меньше, чем Т3, меньше либо равно, или нет. Вопрос. Какую инструкцию мы должны следующую вычислять? Следующую или после метки? Ответ. Пока не сравним, не узнаем. Это означает, что никакого параллельного выполнения этой инструкции и какой-то еще мы не можем даже себе и вообразить, если не предприняем каких-то шаманских действий. Вот. Та же самая история при переходе в скосвенной адресации. Да? Вот у нас есть наш любимый возврат из функции, Jira, Raa, да. И вообще говоря, пока мы не заполним регистр Raa тем, чем надо, у нас будет, у этой инструкции будет не знать, какая инструкция будет выполняться следующая. Мы будем не знать, что класть в программ-каунтер, потому что в программ-каунтер кладется то, что лежит в Raa, а в Raa пока вот до выполнения этой инструкции ничего нет. Значит, между этими инструкциями есть зависимость, вернее, между этой инструкцией и следующей после нее, есть зависимость по выполнению, по управлению. Вот между этой инструкцией и этой есть, разумеется, зависимость по данным, вот она, да, зависимость по данным. Пока не заполнится Raa, мы не знаем, чего Raa, а между этой инструкцией и той, которая будет выполнена следующей, есть зависимость по управлению, мы не знаем, куда мы перейдем. Разумеется, никакой серебряной пули, как избавиться от зависимости инструкций, нет. Вы, наверное, можете написать свой код таким образом, чтобы эта зависимость была минимальной. Но давайте вернемся к исходному положению. Вся эта проблематика на самом деле начинается только когда мы хотим оптимизировать, эффективизировать работу нашего процессора путем одновременного выполнения чего-то. Вот все одновременное не может быть одновременным до тех пор, пока инструкции в этом одновременном выполнении зависимы друг от друга. Сначала тогда они будут выполняться не одновременно, а последовательно. Тем не менее, заметив это в скобочках, подумаем о том, что можно придумать с нашими процессорами, чтобы все работало быстрее. Какое именно масштабирование можно к ним применить? Самый простой способ, простой в смысле именно аппаратного исполнения, взять, увеличить, удвоить, упятерить, увосьмерить, там, не знаю, у 120-восьмерить количество вычислительных устройств, то есть тех устройств, которые складывают, а также вычитают, умножают и так дальше. И научить процессор выполнять так называемую векторную операцию. Векторная операция – это когда одна единственная инструкция может работать с данными достаточно большой, ну или, так скажем, переменной длины. То есть, с одной стороны, у нас, скажем, операция сложения, но эта операция сложения не над машинным словом, а над, ну, не знаю, там, 128 машинными словами. Это довольно легко сделать, просто напихать в наш процессор 128 этих самых альфметикологических устройств и сделать, конечно, специальные такие векторные регистры, в которые можно будет эти самые данные складывать. Вот. И тогда наше вычисление будет состоять в том, чтобы набиваем эти векторные регистры, потом дергаем ручку, и у нас это сложение выполняется внезапно за один такт, потому что его делают сразу, там, 128 или сколько-то там складывателей. Вот. CPU – это, естественно, Central Process Unit, а LUL – арифметикологическое устройство. Вот. Мне кажется, оно по-английски так же, потому что unit. Арифметикологический unit. Вот. К моему глубокому сожалению, у нас не было, я не смог втиснуть в наш курс еще предварительный курс про вот ключи, элементарные схемы, вот это все. Потому что он тоже очень большой, и мы просто, ну, как бы, ничего не успели бы вообще. Вот. Арифметикологическое устройство – это та часть процессора, которая занимается собственными вычислениями, не ходом выполнения, не загрузкой данных, а именно вычислением, сложением, сдвигом, ну, короче, работает с машинными словами. Вот. Поскольку наши данные содержатся теперь в векторах, и, предположительно, работа с каждым вектором может быть, там, операция над векторами может производиться за один, грубо говоря, так, для повышения эффективности очень важно, чтобы этот вектор был полностью набит. Скажем, если у нас 128 слов в векторе, значит, если мы хотим что-то складывать, то слагаемых должно быть два раза по 128. Если их меньше, значит, утилизация нашего вектора не полная, и, соответственно, повышение производительности тоже будет неполным. Понятное дело, что поскольку у нас векторные данные, их много, то зависимость по данным там будет просто в полный рост. Одно дело сложить два регистра, подождав перед этим, чтобы, значит, в эти два регистра попали значения, а другое дело сложить два раза по 128 регистров, подождав перед этим, чтобы все 10-56 ячеек получили какое-то значение, да? Сразу встает вопрос о том, что классические алгоритмы, вот когда мы, скажем, решаем квадратное уравнение или еще что-то такое делаем, Классические алгоритмы не очень хорошо поддаются векторизации, особенно если они, ну, работают с очень маленьким количеством входных дат. И еще одна фишка состоит в том, что мы можем посидеть немножко над нашим кодом и переупорядочить команды таким образом, чтобы загрузить вектор. Ну, предположим, нам нужно сложить, там, не знаю, 128 результатов произведений. Мы можем это делать как? Помножили, помножили, сложили, помножили, сложили, помножили, сложили, и тогда никакого вектора у нас не будет. А можем сделать по-другому. Можем загрузить 128 сомножителей в первый векторный регистр, 128 во второй, все их перемножить за одну команду, получить 128 результатов, которые нам надо сложить, ну, и дальше там выполнить какую-то хитрую операцию, которая все их сложит. Наверняка такая есть. А может, и нету силостинной памяти. Вот. То есть переупорядочение вычислений, перестройка вычислений под векторную арифметику может дать нам существенный прирост и, вообще говоря, загрузку, загруз наших векторных операций. Поскольку мы с вами в основном, хотя вы-то как раз как дата-аналитики должны работать с большими массивами данных, да, но вот в обыденном представлении просто алгоритмы, они как бы с такими вот однородными данными не работают, спешу вас уверить, что на самом деле алгоритмов в окружающем мире, которые работают с однородными данными, делать над ними однородные операции, очень много. В первую очередь, это всякая мультимедия. Мультимедия на низком уровне встроена в процессоры, вот MMX, SSE, это название довольно типичных расширений мультимедийных для современных процессоров, Artura X86, вот, еще больше однотипных операций, которые выполняются над массивами данных, встроены в графические процессоры, там прям вообще вот, ну вот, всякие, вот то, что называется, меж, обсчет, обсчет меж, он работает? Ну да, 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 вот это все, обсчет многоугольников. Вот, звуковой процессинг, короче говоря, всякий раз, когда нужно обрабатывать потоки однотипных данных, возникает необходимость в векторных операциях, так что в современном мире очень много процессоров и специализированных процессоров умеют векторы. Что еще можно придумать, когда мы говорим про векторные операции? Можно, например, вот это переупорядочивание поставить на поток, взять текст на ассемблере, проанализировать его на предмет того, где там зависимые друг от друга инструкции, а где нет, потому что зависимость по данным, например, мы всегда можем поймать, да? Зависимость по данным означает, что один и тот же элемент участвует в качестве приемника в одной инструкции, в качестве источника в другой, вот вам зависимость по данным, да? Так вот, переоптимизировать код таким образом, чтобы мы загружали по максимуму наш вектор независимыми данными, потом одной командой эту операцию выполняли и потом дальше эти данные раздавали. Еще более хитрая штука, которая в действительности практикуется на всех современных процессах, это оптимизация на лету. То есть к вам уже приехал готовый код, вы собираетесь его исполнять, но нет, прежде чем его исполнять, вы автоматом его как-то перемешиваете, чтобы он быстрее работал. Вот в процессорах семейства IBM PC РОМ так и устроен. Ну вот. Но это так, к слову. Есть более универсальный метод, который назван суперскалярными операциями, когда мы не одинаковые инструкции над пачкой данных выполняем, а вообще каким-то образом перепроектируем наш процессор так, чтобы можно было несколько инструкций выполнять в одно и то же время. Понятное дело, что наше желание одновременно в одной и той же программе выполнять сразу несколько инструкций, упирается в зависимости как по данным, так и по управлению. Это понятно, что вот чем больше у нас степень свободы в параллелизме, тем на самом деле сложнее ее достичь. Вот. Тут важно понимать вот что. Если нам удастся создать такую архитектуру, в которой хотя бы частично будет независимо выполняться какие-то куски нашей программы, и эти куски как-то запараллелились, то мы совершенно забесплатно повысим производительность. Ну реально. У нас вместо того, чтобы выполняться одну инструкцию, будут выполняться две, там, три, вот это все. И понятное дело, что опять-таки, если мы применим мозг и как-то переупорядочим нашу программу таким образом, чтобы эти инструкции выполнялись параллельно в смысле зависимости, то ну, мы можем достичь какого-то успеха. Проблема состоит в том, что на самом деле в суперскалярных процессорах обеспечить полную загрузку вычислительной модели очень тяжело, потому что непонятна логика, как мы это сделаем. В случае, допустим, векторных процессоров, там все тупо. Смогли напихать полный вектор данных? Отлично, получили полную загрузку. Не смогли, значит, страдаем. А в случае суперскалярных непонятно. Вот мы смотрим на код, ну, мы выявили некоторые куски его друг от друга независимые, можем попробовать запустить их параллельно. А что делать, если они друг от друга зависимы по коду? Вот, 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 куда дальше идти? Непонятно. Один из самых простых способов организации суперскалярной архитектуры называется VLIV, Very Long Instruction Word, который стоит в следующем. Это, правда, очень грубо говоря, потому что там, ну, VLIV это довольно хитрая архитектура сама по себе. Идея стоит вот в чем. Что мы размножаем, ну, практически все составные части нашего процессора и программу, программу пишем таким образом, чтобы они все работали. То есть, каким-то непонятным способом космическим достигаем того, что все вычислительные узлы, все узлы управления, короче говоря, все, что наш процессор делает с каждым тактом, на каждом такте загружены. Вот. С одной стороны, это, конечно, очень хорошая идея. Давайте мы сделаем железяку, а потом придут кудесники в белых халатах и под эту железяку выдумают, как ее эффективно программировать. с другой стороны, в мире существует не так много кудесников в белых халатах, которые это умеют делать, и еще меньше компиляторов из языков программирования, которые умеют генерить код, эффективно выполняющийся в ЛИФ-инструкциях. Как правило, в ЛИФ-архитектуры они либо, вы всегда жертвуете вот этим идеальным приростом производительности, получается такой средненький, вот, либо там нужно прям посидеть, придумать алгоритм, который задействует все вот это, и этот алгоритм, значит, оформить в виде библиотеки и всегда его использовать. Не могу не похвастаться, что одна из таких вот один из остроумных реализаций Art Story of Leaf это российский компьютер Эльбрус. Надо сказать, что идеи, которые были заложены в архитектуру Эльбрус еще в конце 80-х годов прошлого века, они живы до сих пор, они в свое время были взять на вооружение компанию Intel в процессах Итаниум, правда, он куда-то делся, этот Итаниум, вот, Эльбрус никуда не делся, мы на нем работаем, вот, ну, короче, такое. Очень древние суперкомпьютеры тоже были суперско... влив самый-самый древний там вот в 60-х, 70-х годов. Вот. Очень много GPU специализированных использует Art Story of Leaf. Вот. Это самая простая штука. В случае GPU, понятное дело, мы как раз имеем наилучший вариант применения, потому что графический сопроцессор, графические процессоры, они как раз предназначены для обработки ограниченного количества алгоритмов. мы можем взять и годами улучшать эффективность загрузки GPU нашим алгоритмом по просчету того же Меша, например. Вот. Что еще нам может помочь в эффективной загрузке нашего многокомпонентного процессора? Например, упреждающие вычисления. Упреждающие вычисления это такой способ выполнения программы, когда мы вычисляем сразу несколько инструкций параллельно. При этом не только в параллель, если между ними нет зависимости, но даже если зависимость есть по управлению, если у нас есть свободный вычислительный узел, пускай он вычисляет вот этот кусок программы. Потому что если вдруг в результате, помните, что такое зависимость по управлению, это значит, что мы не знаем куда перейти, на ветку true или на ветку false. Давайте вычислять сразу обе ветки, true и false, если у нас есть два вычислительных узла. А когда мы перейдем на одну из них, там уже будет все готово. Ну, а результат вычисления второй просто выбросим. Это лучше, чем сидеть на точке ветвления и ждать, пока принято решение, и потом запускать вычисление с нуля. вот. Правда, это требует дополнительных артектурных излишеств. Например, у вас две ветки заполняют одни и те же регистры. Значит, когда вы параллельно вычисляете две ветки выполнения, у вас должно быть два разных набора регистра. и после того, как будет принято решение, какая из веток правильная, вот тот набор, который использовал эта ветка, будет объявлен истинным. Вот. То есть, там какая-то такая начинается магия. Еще одна интересная штука состоит в том, чтобы предсказать, какой из переходов true или false в условном переходе будет более вероятен. Вот. Зачем это нужно? Чтобы вот этих выбрасываний ненужного кода было как можно меньше. Или, например, у вас нету настоящего упреждающего вычисления, вы не можете в параллель вычислять две ветки. Тогда вы делаете что? Тогда вы вычисляете одну ветку, ту, которая наиболее вероятна, упреждающая. И в тот момент, когда происходит переход, вы либо выбрасываете результат этих вычислений, и это не дает прирост производительности, либо нет. Соответственно, если вы правильно предсказали это, в большинстве случаев вы правильно сделали, что начали вычислять эту ветку, ну и соответственно прирост производительности произошел. Понятное дело, что дальше начинается уже совсем черная магия, которая доступна только тем самым худесникам, уже не в белых халатах, а с расписными бубнами. Ну и об этом мне тяжело говорить. Еще одна очень забавная штука, это то, что сейчас модно называть словом just-in-time. когда вы берете и каким-то образом преобразуете код уже готовый к выполнению на вашем компьютере в момент, когда он выполняется. То есть вы загрузили программу Google на ассемблере, а там в компьютер встроен вот такой искусственный мозг, который берет и каким-то образом реструктуризирует и оптимизирует. Если вам кажется, что это какая-то уж совсем черная магия, то я могу заметить, что все современные процессоры работают именно так. Вот почему сколько там ключей в современном интеловском процессоре миллиард, вот что делает миллиард логических устройств? Он вот именно этим и занимается. Был бы у нас побольше времени, я бы рассказал про все эти модные уязвимости в процессорах, которые в прошлом году до сих пор всех терзают. Спектр, вот это вот все. Значит, кстати, может быть, расскажу еще. хотя бы сколько. Что мы можем делать на автомате? Вот какие части искусственного мозга очевидны? Ну, очевидно простраивание деревьев зависимости между инструкцией. это все, в общем, абсолютно понятный алгоритм, регистр-источник, регистр-приемник, зависимость, да? Вот. Есть такая модная фишка, уже лет 10 как модная, называется переименование регистров. Вот человек написал программу, у него вся арифметика R1, R2, ну, T, да, в нашем терминах, T1, T2, T1, T2. Если вся арифметика в T1, T2, понятное дело, что между инструкциями, которые, значит, их используют, есть зависимость по данным. А регистров у нас, между тем, внимание, на секундочку, 28 штук свободных. И мы можем железяку заставить научить вот аппаратно, видя, что там везде T1, T2, сначала переименовывать их в удобные имена, скажем, T1, T2, T3, T4, ну, и столько, сколько есть, если нет зависимости по потоку выполнений. И потом внезапно запускать это в параллель. Вот. Переименование регистров. Переупорядоченные инструкции таким образом, чтобы они лучше влезали в конвейеры. Конвейеры чуть позже. Если они, естественно, не зависимы друг от друга или если эта зависимость как раз в этом случае распадается. Мы даже можем переупорядочить таким же образом более эффективным зависимые инструкции с условием, что у нас будет несколько веток упреждающего выполнения и мы выберем какую-то одну. Вот. Ну и еще более черная магия, о которой я не имею особого понятия. Самое интересное, что наш Марс, почему я, собственно, вспомнил сегодня про Марс, умеет немножко в предсказании вычислений. Совсем чуть-чуть. В игрушечном виде. Выглядит это примерно так. вот у нас есть программа, она из примера для кэшей, но нам она сгодится. Вот. В ней, как видите, два цикла. Внутренний, внешний. да? Вот цикл по... Где тут? Вот. Вот цикл, вот цикл внутренний, вот он. Вот цикл внешний. Можете напомнить о что такое? Shift logical left. Умножение на 4 в данном случае. Помните, оно часто встречается в программах, когда вам нужно адресовать ячейку памяти, у которой размер 4 бай. Вот. Ну, собственно, такая программа. Вот. Но если мы сейчас ее скомпилируем, при собачьем к нашему этому самому где он тут называется-то? Самый верхний. БХТ-симулятор. Да, спасибо. Вот. И запустим. А, надо было прессовачить. О! То мы увидим следующие данные, что у нас есть 16 каких-то ячеек, которые, две из них, вот это и вот это, соответствуют, соответствуют какому-то переходу. Вот. Ну, в частности, вот этот вот переход назад вот этот соответствовал ячейке номер 13. И у нас было 9 переходов сейчас, не так. Что тут? Not take. У нас было предсказано, мы решили предсказать, что будет переход неверный. Вот. И 9 из них действительно были неверных, а 2 верных. Вот. Это ячеек, соответствую, в каком-то другой строке. А, вот этой. Тут вот написано. Да? Соответственно, у нас было 42 предсказания, что переход верный, и 20... Вы не так, мы предсказываем, что будет prediction, что not take, что перехода не будет. В смысле, условно, на другой адрес. И 42 раза мы предсказали правильно, а 22 раза предсказали неправильно. Вот частота предсказания. Соответственно, если бы к этому еще прилагался какое-то упреждающее вычисление или хотя бы какой-то предварительной загрузкой инструкции, то мы бы в 65 и 81 проценте случаев, соответственно, повысили бы эффективность работы нашей программы просто потому, что у нас... А, тут еще history 2. Давайте вот попробуем history 2. Значит, просто потому, что у нас... Сначала про history 1. Просто потому, что у нас... Мы посчитали количество предсказаний и вот... А, нет, мы ничего не считаем, прошу прощения. Мы сохраняем предыдущее. И даже в этом случае у нас некоторая эффективность нелицо. Если мы начнем хотя бы на предсказатель, мы ничего не считали, да, мы просто говорили, прошлый раз не перешел, значит, и в этот раз не перейдет. Почему, кстати, это эффективно? Это эффективно, потому что цикл у нас так устроен. В прошлый раз не перешел, и в этот не перейдет, и в следующий не перейдет. И только под конец, когда условие изменится, он поведет в другое место. Вот. Еще более эффективно, если у нас предсказатель глубины 2. То есть мы запоминаем два последовательных решения. То есть вот в прошлый раз не перешел, в этот раз не перешел, но в следующий раз уж точно не перейдет. Вот, видите? Глубина истории 2. Кстати, вот здесь вот эффективность повысилась, а здесь нет. Понятно, почему. На внутреннем цикле у нас стало больше ситуации неопределенности, когда он то ли перейдет, то ли не перейдет. Нам нужно, чтобы их было два, для того, чтобы принять окончательное решение. А вот на внешнем цикле эффективность повысилась аж до 80% без малого. Соответственно, ничего больше, ничего больше у нас не умеет наш Марс делать, кроме того, что здесь написано. Но и этого уже, как видите, хватает для того, чтобы это самое предсказание работало довольно хорошо. Да? Напоминаю, дело в том, что это цикл. Цикл вообще, в принципе, так устроен, что он n раз переходит в одно место и только на n плюс 1 раз переходит в другое. Вот. Вот в расчете на цикл это все и делается. Такие дела. Ну и, пожалуй, самая интересная часть того, о чем мы сегодня говорим и самая сложная, это такой способ организации самого процессора, при котором мы насильственно при вычислении инструкции какой-то выделяем части, которые точно могут быть запараллельны. С одной стороны, это естественное следствие того, как в принципе организована структура процессора внутри себя. С другой стороны, это дополнительное усилие со стороны разработчиков, чтобы составляющие части одного процессора могли работать одновременно. Эта штука называется конвейер, а по-английски pipeline, чтобы штурбопровод. в чем смысл конвейера? Если мы спускаемся еще на один уровень ниже, на так называемый микропрограммный уровень, когда каждая инструкция представляется нам последовательностью действий, каждый из которых выполняет отдельный элемент процессора. у нас есть, если я не ошибаюсь, мы выделяли четыре стадии работы одного такта. Это выборка новой инструкции, ее декодирование, вычисление и раскладывание результатов обратно. А, нет, еще получение данных. Пять. Значит, пять стадий. Вот, естественно, пять стадий вычисления работы одной инструкции представить таким образом. Первое. Нам нужно прочесть инструкцию из памяти. Это следующая выполнение инструкции. Второе. Нам нужно ее декодировать, то есть понять, что это за операция и какие у нее операнды, куда нам дальше лезть. Третье. Нам нужно получить данные, с которыми будет эта инструкция работать, то есть опять лезть в какую-то память. Четвертое. Нам нужно вычислить результат. И пятое. Нам нужно этот результат положить обратно. Ну, не обратно, но куда-то, куда эта инструкция его кладет. Да? Декодирование, нет, фетчинг, как это по-русски? Получение. Получение, декодирование, выполнение, это самое, получение данных, выполнение, раскладывание данных. Учтение данных, выполнение, запись данных. К сожалению, такой способ организации вычисления одной инструкции не подходит для его последующей конвейеризации. Там получается слишком много зависимостей. Смотрите, у вас следующая инструкция не может быть выполнена до тех пор, пока предыдущая не записала данные, а запись данных находится в самом конце. конвейеризация. И вот здесь мы встречаемся с архитектурой MIPS как архитектурой, которая принципиально задизайнена таким образом, чтобы ее конвейер был эффективно загружаем. Конвейер MIPS имеет немножко не интуитивный, непонятный порядок. Начинается все, конечно, с фетча. Это так называемая стадия I, получение инструкции. Понятное дело, что без нее никак. Следующая стадия это стадия DECOD, от которой тоже никак нельзя избавиться, потому что мы прочитали инструкцию с памяти, теперь надо понять, какой код операции и какие у этой операции операнты. А вот дальше начинаются мелкие чудеса. Например, на этой же стадии мы заполняем так называемый регистр-блок. Регистр-блок это часть процессора, в котором лежат данные, взятые из нужных нам регистров. Потому что все регистры тяжело брать, по ним нужно еще какую-то индексацию делать. Вот регистр-блок там три, максимум два операнда. Вот эти максимум два операнда заполняются. И это происходит параллельно с декодированием. Именно поэтому у нас инструкции, допустим, которые работают только с регистрами, все имеют код операции ноль. Почему? Потому что у нас вместо двух шагов проверить код операции и на основании того, какой этот код операции, попытаться взять откуда-то операнда. Получается один шаг с копеечной нагрузкой. Мы, видя инструкцию типа ноль, не выполняя операции сравнения, просто видя, что все нули. Немедленно лезем за нужными регистрами на одном и том же шаге. А видя, что там не нули, начинаем как-то уже декодировать и выяснять, какие на самом деле данные для данной инструкции нужны. Поэтому заполнение регистрблока, то есть чтение из регистров происходит прямо на стадии декодирования. мы увидим одно важное место, надеюсь, что увидим. Если не увидим, я расскажу отдельно, по которому на самом деле это недостаточно эффективный алгоритм, нужно еще одно кое-чего. Вот. Ну, в общем, на этой стадии мы декодируем инструкцию, параллельно заполняем, получаем нужные данные для следующей стадии экзекьюшн, то бишь вычисления, где мы, собственно, напрягаем наше арифметикологическое устройство или сопроцессор или еще что-то. Короче говоря, заставляем работать. Только после этого на четвертой стадии происходит работа с внешней память дата мемориакцесс. Такая вот ерунда. Во-первых, потому что это очень медленная операция, как я говорю. Во-вторых, потому что на самом деле меморифетч это довольно сложная штука. Нам нужно все равно, чтобы пойти куда-то в память, нам нужно все равно сначала загрузить этот адрес. То есть вот на этом этапе мы еще не знаем, куда нам в память идти. У вас. Ну и наконец, все записать обратно. Это вот последняя стадия. Мы получили результат. Этот результат должен быть разложен по регистрам соответствующим. Напоминаю, что в МИПСе все операции значимые, они делаются только на регистрах, а память имеет только два вида. Записать и прочитать. Вот. И дальше мы возвращаемся к шагу номер один. Кстати, сказать, вычисление следующего адреса происходит как раз на шаге два, на шаге декода. вас. Ну, потому что там все просто. Надо прибавить четыре или, или, или найти следующий адрес. Тут пропущено слово нод. Наверное, это не очень хорошо. На этой же стадии, на самом деле, происходит вычисление следующего адреса, даже в случае, ну, скажем, выяснение следующего адреса, даже в случае, если адрес, если переход был условный, что важно. Почему? Помните, мы говорили, что все операции типа вот такие, больше либо равно, меньше либо равно двух регистров, это псевдоинструкция. Вот это псевдоинструкция. В действительности они сначала, произойдет сначала вычитание, а потом сравнение с нулем там или с минусом. Вот. Почему так? Потому что нам очень важно, чтобы вот это решение относительно того, какая инструкция следующая, где тут? Вот здесь. Чтобы это решение было принято параллельно с декодингом. То есть на этом этапе мы еще не можем выполнять операцию, ну, скажем, вычесть два адреса, два числа и посмотреть, какое больше. Потому что это, извините, дело альфметикологического устройства. А вот проверить на ноль мы можем всегда. Или проверить знаковый бит мы можем всегда. Именно поэтому в МИПСе в основном instruction set нету сложных инструкций перехода, типа там один регистр больше или равен другому. А есть всегда сравнение с нулем на больше, меньше, или сравнение на равенство. Проверить на равенство просто, что все битики равны, тоже можно за один присесть. Там нету ни стены памяти, ни работы альфметикологического устройства. Такие дела. Именно поэтому мы можем это сделать тоже на этапе декозирования. И к этому моменту мы уже знаем адрес следующей инструкции. Вот. Вот такой порядок стадий. И вот допустим код. Кстати, обратите внимание в этом коде операция load word разложена на две. Да, лу и лв. Если этот код выполнять на современном мебельном процессоре, получится так. Шаг первый. Мы фечим инструкцию луи. Шаг второй. Мы декодируем инструкцию луи и фечим инструкцию лв. Шаг третий. Мы выполняем инструкцию луи, что бы там ни было, там, кстати, ничего не нужно выполнять. декодируем инструкцию лв и фечим инструкцию слл. Шаг четвертый. Мы идем к памяти, как тут и написано. Выполняем инструкцию лв, декодируем инструкцию слл, фечим инструкцию а. Ну и так дальше. Вот тут есть примерчик. Так. Плохо видно? Сейчас попробую сделать погромче. Не всегда успеет. Мы сейчас это увидим. Да, именно так. То есть в идеале мы можем загрузить конвейер этот по полной. В неидеале возникают так называемые пузырьки. То есть места зависимости между инструкциями, где мы ничего не можем сделать, пока предыдущие инструкции недовыполнятся. Все правильно. Вот смотрите, это такой примитивный аналог MIPSа, так называемый Basic MIPS, в котором кое-какие оптимизации еще не сделаны. Потому что написано на JavaScript и работает прямо в браузере. Вот. Вот какая-то программа на каком-то MIPS-подобном ассемблере. Для нас, собственно, не очень важно. Для нас важно, как это все работает. Вот смотри, сейчас будем пошагово проходить. Шаг первый. IF это Instruction Fetch. Вот мы зафетчили инструкцию LA, которая на самом деле превращается в LUI, да? Шаг второй. LUI перешло в стадию Decode, а мы фетчим инструкцию ORI, которая является второй частью инструкции LA, да? Тут их две, это псевдная инструкция. Шаг третий. Да? Мы фетчим инструкцию AND, выполняем инструкцию LUI и декодируем инструкцию ORI. Шаг четвертый. Мы фетчим инструкцию SV, которая является раскрытием макроса push, да? Декодируем инструкцию AND, исполняем инструкцию OR, которая является второй частью от разворачивания LA. Nаша инструкция LUI работает с памятью, вот, а тут ничего не происходит. Ну и вот, и так дальше. Вот видите, цветными маркерами обозначено, какая инструкция находится в какой стадии, включая псевдо, а справа написано, какой конкретный код в данный момент выполняется на какой стадии. Вот, обратите внимание, мы вот здесь где-то дошли пузырька. Тут кто-то вставил пузырек, черт, я пропустил этот момент. Ладно. Ну, короче говоря, когда мы доходим до инструкции, которые зависимы друг от друга и не могут быть выполнены вот со смещением в одну стадию. Ну, например, у нас да, да, похоже, что 12-13. К сожалению, тут какой-то мракос, плохой пример. Сейчас попробуем другой пример. Сейчас попробуем другой пример. Можно сделать вот так вот. Да, 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 вот этот. Вот простой и посмотрим. Так, только давайте мы уберем этот комментарий, потому что он страшный. Че-че-че-че. А, вместе с вон все в динструкция. О! Все, первый шаг, Луи. Второй шаг, ЛВ. Третий шаг, СЛЛ. Четвертый шаг, АД. Опа! Застряло. Что ему нужно? Ему нужен результат работы, ему нужен Т3. Между этим шагом и следующим всего одна стадия, а ему нужен результат экзекьюшн. Поэтому, поэтому она, она, конвейер приостановился, потому что вот эта инструкция ожидает окончания вычисления вон той. Все, поехал дальше. бум. Опять остановился, потому что вот здесь вот у нас АТ и вот здесь у нас АТ, зависимость по данным между соседними инструкциями. Такие дела. Вот. При этом обратите внимание, как поступает конкретно этот эмулятор. Он берет и вставляет в поток вычислений так называемый пузырек. Вот он. Это ноль. Да, 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 да. Вот он туда автоматом вставляется. В тех случаях, если мы понимаем, что у нас между инструкциями зависимость, конвейер как бы не загружен, но что-то туда надо помещать. И туда помещаются инструкции, ничего не сделать. Такие дела. А, ну это мы сейчас посмотрели как раз, да? Слушайте, а у нас через 2 минуты конец лекции как раз. Отлично. Значит, давайте еще посмотрим на вот эту картинку, потому что это главный дзен, на самом деле, вернее, кон на сегодня, который стоит в следующем. Если у нас конфликт по управлению, то есть у нас есть инструкция AND и дальше джеррель. Происходит еще более чудовищная вещь. Мы допустим, мы только что зафечили инструкцию GRRR. Вот эту инструкцию мы сейчас декодируем. На следующем шаге мы должны декодировать инструкцию GR и что-то фетчить. А что мы будем фетчить на следующем шаге, если у нас вот этот адрес еще не декодирован? так вот. А есть другой вариант. Давайте фетчить прям следующую инструкцию, вот эту. Ту, которая идет после команды перехода. Она зафетчится, она выполнится, вот. И получится такой немножко такой вот порядок исполнения, когда инструкция, которая следует за командой перехода, вычисляется всегда тоже. Это так называемый delay-slot, который позволяет еще сильнее загрузить конвейер. Либо нам придется вставлять пузырек, и тогда у нас производительность упадет на 20% в этом месте. либо мы просто раскладываем инструкции таким образом, зафетчилась вот эта инструкция, пускай и зафетчится. Вот, вот как правильно надо писать. Выглядит совершенно дико. То есть, смотрите, в силу устройства конвейера у нас инструкция, которая идет после инструкции перехода, все равно уже зафетчилась, и значит она выполнится. Ну и хорошо, давайте помещать туда такую инструкцию, которая должна быть выполнена перед инструкцией перехода. Вот. В общем, MIPS уже лет 30 существует в таком виде, но когда стали делать риск 5, все те же ребята Паттерсон и Хенниси, ну вернее в качестве консультантов, они сказали, нет, delay-slot был ошибкой, мы так больше делать не будем, вот, так что, пожалуйста, делайте что-нибудь другое, вот. Тем не менее, все современные MIPS-процессоры, мы, может быть, на практике это посмотрим, если не сейчас, то в следующий раз, так умеют, и даже, и даже так умеет Марс. У Марса есть кнопочка, сейчас я ее покажу, и на этом мы закончим. У Марса есть кнопочка, которая называется Delayed Brunching, которая эмулирует вот эту ситуацию, что у нас инструкция следующая за инструкцией перехода, поскольку она уже зафечена, все равно, все равно обязательно выполняется. Ну, времени у нас больше нет, я у меня был в планах показать, как это Марс делает, ну, в общем, вы меня понимаете. Напоминаю, что это совершенно противоестественное. Я думаю, что это совершенно противоестественное. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Вы выполняете команды не в том порядке, в котором они есть, но если посмотреть на конвейер, да, что называется, как готов кувяз, все птички пропадят. Хорошо. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Чем это происходит? Потому что непонятно, что не будет так, что на этом узоре. Смотрите, отвечаю, отвечаю. Как правило, люди все-таки программируют не на ассемблере. Люди программируют на языках высокого уровня. Компилятору ничего не стоит переупорядочить команды таким образом, чтобы они оптимально загружали конвейер. Это не предназначено для чтения вами. Это предназначено для исполнения компьютера. Точно так же, как переупорядочение, вот вы написали какую-то формулу, оптимизатор ее переупорядочил, разбил зависимости, и вы смотрите на этот код, понимаете, что такого вы не писали никогда. Правильно. Не-не-не, почему? Вы просто, нет, смотрите, вот инструкция, которая стоит после джампа, все равно выполнится, вот и все. Ну и пусть, будем считать, что она стояла перед ним. Не-не-не, она выполнится именно тогда. Я понял, это надо было все-таки показать. Значит, надо поставить туда независимую инструкцию, иначе будет, вот если она будет зависимая, будет ставлен бабу, разумеется. А, да, да, конечно. Все. 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 Все.